Всем привет дорогие друзья, с вами Иван Сфутну и добро пожаловать в новое видео на моем ютуб канале. Ну и сегодня мы в кое-то веке находимся на моем основном аккаунте VFK Mobile, на котором прямо сейчас 41 уровень учетной записи. На нем я по факту отыгрываю для различных рубрик с самого начала сезона, но только сегодня решил собрать основной состав. Признаться честно, пока что он выглядит далеко не самым лучшим образом, но при этом есть какие-то сборочные карточки, немного карток я также покупал на транспортном рынке, у нас команда все-таки стоит почти 500 миллионов монет. Ну и сегодня, друзья, вместе с вами я хотел бы пооткрывать паки, которые накопились у меня на аккаунте, а также попробовать прокачать основной состав. Если вам понравится подобная рубрика, то давайте как можно быстрее накидаем 2000 лайков, ну и я буду выпускать рубрику с прокачкой основного состава на постоянной основе на своем канале. Сейчас мы перешли в звездный абонемент с двумя 94 игроками, и если честно сказать, абсолютно на всех своих аккаунтах, в том числе сейчас на основном, я по большей степени отыгрываю, выполняя квесты. Благодаря этому я уже добрался до 46 уровня в Абике. Предлагаю открыть самые интересные паки отдельно. К примеру, вот это выглядит соблазнительно. Игроки от 85 до 92 как минимум сейчас неплохо будут залетать на обмены, ну а как максимум вот вам и игрок с 87 общим рейтингом. Ну ладно, это хотя бы какие-то монеты. Кстати, бро, я хотел бы лишь тебе напомнить о том, что ты также бесплатно можешь получить звездный абонемент, 10 тысяч фк-поинтов и поучаствовать в моем видеоролике. Для этого тебе всего лишь нужно подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании, ну и нажать буквально-таки одну кнопочку участвовать под постом, а также дополнительно, помимо фк-поинтов, участия в ролике звездного абонемента, ты получишь крутейшую акцию с самоцветами. И да, это именно та акция, где в комплекте идет еще и 94 игрок. В общем, прямо сейчас ныряй по ссылке в описании, подписывайся на телеграм и забирай свою халяву. Ну а я же предлагаю перейти к более высокорейтинговому паку. Тут нам спокойно может выпасть Тотти игрок, игрок из события лунного нового года, игрок из самого недавнего события героя, и мы ловим с вами, конечно же, Тотти игрока, и я уже знаю, кто это будет, хотя нет, слушайте. Я почему-то сразу же подумал, что это будет Джон Стоунс и самый минимальный рейтинг, но нет, нам выпал Букаёс АК, что, в принципе, тоже достаточно неплохо. Навряд ли, конечно, с таким показателем на нерабочей ноге он влетит в наш состав, но, по крайней мере, этот англичанин заставляет меня вспомнить про обмены, которые мы сегодня точно откроем. Далее же я предлагаю вам, друзья, собрать абсолютно все награды в звёздном абонементе, которые остались. Прямо сейчас на обложке пака мы получим Дебрюйное, но, естественно, в большей степени нас интересует именно то, что будет внутри этого набора помимо бельгийца. Хотя, если честно, Дебрюйный, скорее всего, зайдёт наш стартовый состав. Ну и давайте посмотрим, что вместе с нашим легендарным бельгийцем в наборе. Ну, 1200 фк-поинтов это отлично, плюс самоцвета, но, к сожалению, игроком из абонемента становится Венисиус Джуниор, который уже давно не актуален, но хотя бы плюс 2 ляма. Конечно, этот большой пак меня не сильно порадовал, но мы получили очень много важных ресурсов. Теперь же, друзья, лично я хочу немножечко поругаться на разработчиков, потому что они толком не обновили паки Division Rivals в магазине. Лично я копил жетоны, и как вы видите, у меня их порядка 13,5 тысяч, что очень много. Лично я, когда Сапурец слил информацию в Твиттере по поводу обновления паков за очки Division Rivals, подумал, что обновятся паки именно за соревновательные очки, и мы пойдём вверх по рейтингам. А по итогу мы получили вот это вот. Нет, я ни в коем случае не спорю то, что эти паки достаточно интересные, потому что за 40 очков можно получить либо игрока 91 плюс продаваемого, либо 93 плюс непродаваемого. Но мне кажется, даже те люди, которые очень высоко поднимались в сезоне Division Rivals, слегка не на эти награды рассчитывали. А что уж там говорить про обычных игроков наподобие меня, которые просто сидят себе в легенде, допустим, той же самой равной игре, и ждут какого-то обновления. Но тем не менее, друзья, погнали, откроем награду Division Rivals, всё-таки не зря я эти жатоны собирал, и это игрок из зимнего события, кстати, правый защитник, ну, друзья, нет. Это минимальный 89 рейтинг, и неужели это реально был игрок 89 плюс из этого набора? Да, ну вроде бы Бону чуть больше минималки стоит. Но я слегка не на такой дроп рассчитываю, так что мы идём дальше. Конечно же, из этих паков мне хочется поймать либо какого-то Тотти игрока, хотя бы для продажи, не обязательно для стартового состава, потому что я всё, что надо себе куплю, это вообще карточка из Лиги Чемпионов, и, скорее всего, Кимих, кстати. У него карточка не динамическая, но это 93 рейтинг, окей, наверное, в районе 10 мультов мы уже из этого пака получаем, да, так и есть, хорошо. Немножечко продвигаемся по стоимости игроков и по рейтингам, меня это не может не радовать. Но, естественно, на этом не останавливаемся, потому что я жду свою Тотти анимацию, либо хотя бы анимацию какого-то интересного кумира. Есть Тотти игрок, пожалуйста, Хорватия, а может быть карточка из почётных упоминаний на этот раз нам выпадет? Пожалуйста, игра 94, нет, это 92, всё равно со стоимостью, я думаю, у Модрича всё в порядке, да, ещё 7 миллионов, хорошо. Честно сказать, монеты на этом аккаунте очень важны, как минимум, для того, чтобы мы с вами в дальнейшем могли прокачивать ранги. Хотя, если не соврать, по-моему, с Маскерану в клубе у меня проблемы. Но для этого в игре всегда есть события героя с различными главами. Ну а я же, естественно, добиваю абсолютно все жетоны до конца, единственное, что мне нужно оставить, это 1000, но как раз таки, так как было 13,5 изначально, мы получаем, кстати говоря, Эрлинга Холланда бы сейчас, пожалуйста. Но нет, это Эдегар, кстати говоря, я не помню, а какая карточка у Холланда в событии Лиги Чемпионов, по-моему, там самый максимальный рейтинг. О, два игрока из Барса, спасибо. Да, окей, друзья, я всё понял, то есть, если бы у нас было то же самое свечение и просто немножечко другая позиция, мы получили игрока, который стоит, ну, в 18 раз дороже. Ну, хорошо. Впрочем-то вовремя я забыл про рейтинг Холланда и события Лиги Чемпионов. Тем временем остаётся последний пак Дивижн Райвалс. В общем и целом, сейчас ловим игрока 92+, естественно, продаваем его, я уже буду очень сильно доволен. Это игрок из зимнего события Германии не очень, конечно, круто. Это вообще не лучший игрок на обложке пака, какой 85-й рейтинг, окей. Что внутри набора, а 7 йен, который стоит по минималке. Ну, наверное, мы немножечко не дожали эти паки по стоимости игроков. Хотя, впрочем, сейчас всех выставлю на рынок и думаю, в районе 25 лямов получим. Ну и также, кстати говоря, друзья, помимо того, что мы выловили в паках, я решил выставить и 94-го Кевина Дебрюйна на рынок, пока мы получаем монетки только с Кимиха. А бельгийца я решил продать, потому что в центре поля у нас уже есть два 93-х игрока, и тот же самый Милинко Ищ Савич, он оптимальный за свою стоимость вариант. Ну и именно сейчас для нас все-таки главное это монеты. Ну и, кстати говоря, друзья, прямо сейчас напишите в комментариях, что вам выпало с пака в Division Rivals и на каком дивизионе в прошлом сезоне вы остановились, потому что, честно, ну меня наградки скорее все-таки немножечко доподвели. Тем временем вы видите то, что я нафармил очень много самоцветов, и, конечно же, я это сделал не просто так. Прямо сейчас мы откроем два лучших магазинных набора, по моему мнению. Начнем с пака с продаваемым игроком от 91-го рейтинга. Тут у нас очень много шансов поймать что-то топу, и я, с другой стороны, понимаю то, что 25 косамиков за это отдавать не особо выгодно, но кто не рискует, тот не ловит Месси и Роналду. Так что, впрочем, надеюсь, хотя бы не минималка. Но, конечно же, тут очень многое решит именно анимация, и, надеюсь, пускай это будет хотя бы герой. Вот эта анимация меня устроит, но это Тотти игрок, и, кстати, Бразилия! ЦЗ, подожди. А, это Ницца. Ну, кстати говоря, Данте 93 вроде бы более-менее неплохо. ЦЗшники у меня, конечно, укомплектованы, но, в теории, я думаю, то, что бразильца весьма выгодно можно будет слить на трансферный рынок. Хотя, честно признаюсь, анимация Тотти и флаг Бразилии, вот это прям то, что хочется видеть на постоянной основе. Да, кстати говоря, это 12 миллионов, ставить бразильца в старт я не буду, не особо мне сильно нравится у него именно показатель скорости. Хотя, вроде бы, в остальном, защитник по статам сбалансированный, но я предпочитаю более скоростных ЦЗшников. Ну, а теперь самое вкусное и чуть-чуть подешевле. Почему я говорю самое вкусное? Вы просто посмотрите, насколько тут много игроков нам выдадут. 11 игроков с рейтингом 88+, и 2 из них 92+. Я очень надеюсь, что мне дадут какого-нибудь флангового защитника, в особенности на левый фланг мне бы обновить Эрнандеса 91 из событий Тотти, именно Тотти номинант карточку. Кстати, абонемент с поинтами для сегодняшнего видео я купил в своем магазине. Ведь именно там буквально-таки в пару кликов с помощью удобного бота можно оформить заказ и прикупить все, что угодно в FK Mobile. Вот что-что, абонемент я бы лично точно посоветовал купить каждому, у кого есть возможность. Полторы тысячи FK-поинтов, 2.94 карточки и множество расходников точно помогут вам прокачать команду. В моем магазине абсолютно все заказы выполняются максимально оперативно, а также, естественно, без каких-либо рисков на бан твоего аккаунта. В общем, ссылочка на магазин OneFoodStore будет в описании, там оперативно, надежно и безопасно. Отдаем полторашку. Я уже открывал такой набор разочек и знаю то, что в первом наборе не ждать вулкаунт, просто какие-то 10 тысяч монет, вообще не знаю, для чего они именно так сделали. Ну а сейчас на обложке пака, я надеюсь, нас ждет просто что-то грандиозное. Может быть, какой-нибудь Тотти Кумир. Ну а, конечно же, анимация в данном случае решит, наверное, абсолютно все. И мы видим, кстати говоря, анимацию героя, это Нидерланды, а позиция. Центральный полузащитник, подожди, а кто там из героев вышел? Совсем недавно, 96-й рейтинг, отлично, друзья, не зря мы Дебрюйна продавали. Я не был ознакомлен с новой командой героев, но откуда он взялся? Пока я не видел его статую, но он нам точно зацементирует позицию центрального полузащитника на долгое время вместе с Гулитом. Честно сказать, изначально я боялся то, что в этом наборе на обложке будет 93-й игрок, и вот, кстати, вирс внутри. Слушайте, а посмотрите, сколько еще 92-х игроков выпало. Но помимо этого, конечно же, игроки далеко не с самыми лучшими рейтингами. У Дирк Кейта просто прекраснейшие атакующие статы. И, кстати говоря, для меня еще самое главное, кроме скорости, ударов и нерабочей ноги, узнать, что у него на особых приемах, ну тут, к сожалению, трешечка, дорогие друзья. Но все его остальные годные характеристики, естественно, перекрывают эту трешечку. Я думаю, будет весьма целесообразно поменять Милинковича Савича на Кейта. Хоть и рейтинг команды у нас пока что не вырос, но после продажи Милинковича Савича еще больше увеличится бюджет. А это нам уже как следует позволит разгуляться на трансферном рынке. Ну а пока что разгуляемся в обменах. Я, на самом деле, в преддверии данного видеоролика думал собирать 94-го Роберто Карлоса, но после того, как понял, сколько монет мы по итогу с продажи игроков получим, уже передумал. Именно на моем основном аккаунте не особо целесообразно вкладываться в карточку кумира, непродаваемую, с не самым высоким рейтингом, и держать ее на протяжении долгого времени в основном составе. К примеру, о сборке Гуллита и Жерзиню я ни капли не жалею, так как это безальтернативные игроки в нашем случае, с нашим бюджетом. Ну и надеюсь, сейчас я не пожалею, открыв паки с игроками от 89-го до 97-го. Все-таки там что-то годное, непродаваемое, мы с вами поймать можем. Тем более, с условием того, сколько нам сегодня резерва выпало, мы вообще монет не потратим на это открытие, и прямо сейчас нам, кстати, выпадает игрок с обычной анимацией. Может быть, топсоба в кои-то веке нам выпадет? Нет, это правый фланговый защитник. Ой, ну понятно, опять эти 89-ые рейтинги пошли. Где мои топовые паки? Ну хотя ладно, самое годное на сегодня мы уже точно выловили, я думаю. Хотя, с другой стороны, сомневаться в топовых обменах тоже не стоит. Но на сегодня это точно наш уже последний обмен, и давайте посмотрим, что выпадет. Кстати говоря, анимация кумира, но возможно что-нибудь топовое, хотя, скорее всего, это герой, и, кстати говоря, по-моему, нормальный рейтинг. Да, друзья, 93-й Акочи, конечно, в старт он нам не влетит, но как минимум для будущих сборок это вполне неплохо, хорошо, я рад, реально. Потому что после первого пака, думал, мы уже ограничимся чистым 89-ым, максимум одним 90-ым рейтингом. Кстати, вот в случае с центральными атакующими полузащитниками, у меня сейчас в клубе вообще собирается какая-то банда, Мостовой, Акочи, плюс Донован 95-й. Для полноты компании не хватает только 97-го пиле из Луного Нового Года. Ну и сейчас пока что мы ожидаем пополнения бюджета, давайте заглянем в нахваленное мной событие героя. И честно признаюсь, я тут отыгрываю только в основной вкладке, нафармил очень много билетов, но вот за 93-ми игроками во главу, где, в принципе-то, есть помимо этого еще маскиран, либо непродаваемый игрок на выбор, как видите, я не иду. Ну, опять же таки, рубрика с прокачкой моего основного состава зависит только от вас, так что если 2000 лайков мы набираем, я попробую найти время для того, чтобы отыграть в эти вкладочки, естественно, мы получим больше игроков для прокачки рангов. Сейчас же предлагаю испытать удачу в паках за 100 билетов, ну и по традиции, разумеется, я покажу только самое интересное. Опа, ну наконец-таки волкаут, причем, скорее всего, обычный, я открыл уже порядка 9 паков, и сейчас нам выпадает, кстати говоря, всего лишь-то Борелла, и у него аж 83-й рейтинг, и это не Борелла. Это еще, оказывается, с 83-м рейтингом из этих паков я и размечтался. Я, конечно, не скажу то, что в этих паках мне когда-то выпадало просто что-то невероятное, в прошлом выпуске мы поймали 90-го Тотти игрока, но сейчас, как видите, основной мой аккаунт удача обошла. Хотя, по-моему, нам и так сегодня повезло, даже больше, чем надо было. Сейчас же, дорогие друзья, я вам предлагаю забрать монетки со всех игроков, которых мы выставляли на трансовый рынок, и тут не только игроки 90+, и мы получаем 47 миллионов монет чистыми. Комиссия, конечно, очень много в этом сезоне съедает, ставь лайк, если хочешь, чтобы ее отменили уже наконец. Но, несмотря на комиссию, в своем телеграм-канале я регулярно делюсь способами заработка и подготовки к новым событиям. Так что, хоть потеря монет с комиссией неизбежна, но хотя бы в телеграме пробуем зарабатывать монетки вместе. С такими монетками мы можем позволить себе многое. К примеру, я предлагаю прямо сейчас разобраться с позицией левого защитника, так как сейчас играть 91-й Тотти номинант карточкой Эрнандеса, ну, это, по-моему, как-то мы не в тренде. Примерно неделю или две назад абсолютно все левые защитники 94+, стоили очень дорого. Но сейчас в игре наконец-таки появилась карточка, которую я просто не могу обойти стороной, это 95-й рейтинг, это 97-я скорость даже без прокачки. Ну, а что самое главное, посмотрите, он не особо дорого стоит. Так что тратим на Кэпдевилю буквально-таки 23 мульта. Я считаю это весьма выгодным вложением. Также не забываем, что на воротах у меня сейчас стоит всего лишь 92-й Райан. Ну и честно сказать, гнаться за рейтингом карточек на позиции вратаря я смысла не вижу. Отдавать почти 200 миллионов за 96-ю карточку Вандерцара смысла нет. Хотя правильнее сказать, смысл есть только в том случае, если мы собираем какие-то эксклюзивные составы, как в случае с аккаунтом с кумирами. А на основу, мне кажется, стоит взять старого, доброго, проверенного бойца. Ведь Джин Луиджи Донорума имеет 93-й рейтинг. Да, это всего лишь на один выше, чем у австралийца, но зато он стоит считать, что по самой минималке за такие статы. Так что однозначно пока что берем именно его и, в принципе, ни о чем не жалеем. Ну а также, друзья, очень большая проблема у меня на позиции центрального защитника, потому что тут играет Пауло Мальдини с 95-м рейтингом. Я понимаю то, что эта карточка сейчас не актуальная, но проблема в том, что он непродаваемый. И я зачем-то в свое время, думаю, что на этом аккаунте буду собирать именно эксклюзивный состав из непродаваемых футболистов, качнул ему ранги до 15-го. Ну и в случае с выбором альтернативных вариантов, я вижу, тут есть всего лишь 4 игрока, и все они, конечно же, стоят больше монет, чем у нас сейчас осталось. Но в то же время я хочу присмотреться к 95-й карточке Ким Мин Джей из почетных упоминаний. Да, конечно, сейчас у него характеристики будут похуже, чем у Пауло Мальдини, но как минимум это более свежая карточка. У него, кстати, рост побольше, чем у Мальдини. Тут, между прочим, все-таки уже 190 сантиметров, а не 186, как у итальянца. Ну и как минимум на время, возможно, только для этого выпуска, но попробуем освежить позицию центрального заща. А то, кажется, она уже паутина изросла, реально. Наконец-то трансферы оформлены. Честно сказать, я не думаю, что эти приобретения сильно проапгрейдят нашу команду именно в данном выпуске, но я уверен, что как минимум в случае с приобретением Клипдевиле мы сделали правильный шаг, именно для увеличения рейтинга. И да, друзья, сегодня мы с вами апаем 96-й общий рейтинг. Я там, кстати, еще краем глазу увидел то, что у меня очередной квестик выполнился, это значит, самики копятся. Конечно же, для следующего выпуска и топовых паков в магазе. Наша цель это, естественно, выжать рейтинг как можно больше к событию ТОС, но также не забывать копить монеты. После этого видоса я также продам Эрнандеса, а он-то, между прочим, до сих пор, несмотря на свой рейтинг, в цене. Ну а также, помимо тех игроков, которые прямо сейчас у меня стоят в основном составе, посмотрите, насколько много у меня untradeable карточек, которых можно сливать на обмены. В общем, сейчас нам в плане рейтинга однозначно есть куда стремиться, но задел сделан неплохой. Теперь предлагаю протестировать новые карты в равной игре. Особенно мне любопытно побегать именно за карточку Кёйта в центре поля. Я, если честно, до сих пор в шоке, что нам выпал этот голландец. Ну и, кстати, у соперника для такого уровня покупкам слабый состав. Мы должны побеждать. Хотя, может быть, и соперник докажет, что мы никому ничего не должны. Ой-ой-ой, Кэмпбелл тут в защите немного проваливается, но зато вот он, Джон Луиджи Донорума. Те самые сантиметры на воротах ему сейчас однозначно помогли. О, ну а вот тут, кстати говоря, хороший навес, только браво сопернику. 38-я минута мы уже проигрываем за счетом 0-1. И что-то в атаке пока ничего создать не можем. Теперь вся надежда именно что на второй тайм. Опа, Хин Минсон неплохо по плангу прошел и ответочку. А почему у нас-то не получилось? Вроде бы все должно быть честно, без криптов. Почему мы-то не забили? Но зато вот тут передача на жерзине, удар в дальний угол с левой ноги. Бразилец меня никогда не подводит. Счет мы сравняли. Но, честно сказать, матч пока что по геймплею достаточно тяжелый. Опа, Сон, какой отбор. А может хотя бы вот тут уже попробуем навесить и что-нибудь там да пройдет? Что это было? Как мы только что с помощью рандома забили? Не, ну слушайте, таких ударов через себя я еще не видел. Не по делу, но красиво. Я бы на месте соперника после такого в шоке бы пребывал еще минут пять как минимум. Но он, кстати говоря, делает немного по-другому и сравнивает счет. Что-то слишком быстро. Гол не по делу от нас в обмен гол не по делу от соперника. Хорош фримпонг, спасает нас. А то соперник на последней минуте что-то решил в контратаку вылететь. Но, пожалуй, все. Итоговый счет 2-2. Я хотел бы, конечно, для красоты победить, но скилл подвел. Впрочем-то, друзья, надеюсь, это видео вам понравилось. В комментарии можете написать, как вам мой состав и какой общий рейтинг у вас на данный момент в игре. Не забудьте подписаться на Телеграм для того, чтобы получить прокачку состава, а также лайфхаки по заработку монет. Ну а я же с вами буквально ненадолго прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения, удачи. Ну и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока.